Добрый вечер, коллеги. Главный тренер Воронежского факела Дмитрий Анатольевич Пятибратов готов ответить на ваши вопросы. Вначале я хотел бы попросить Дмитрия Анатольевича дать короткий комментарий по ходу игры. Сейчас мы дождемся, чтобы зло выключили. Дмитрий Анатольевич, можете прокомментировать игру? Могу. Достойный матч в нашем исполнении. Мы очень грамотно оборонялись. Практически не дали сопернику создавать много моментов у наших ворот. Была агрессия. Мы очень умно играли в обороне. Единственное, что сегодня не хватило, это немножко, наверное, спокойствие в атаке. Я не первый раз уже об этом говорю. Голы пока не идут, но остается много работать. По желанию, по самоотдаче вопросов нет. Парни сражались. Сейчас одному зашивают голову, другому накладывают повязки, смывают кровь. Возможно, у Мастернова очень серьезное повреждение. Сейчас обследование будет. Парням уважение за то, что они сегодня были единым целым на поле. Не было людей, которые сегодня не хотели победить. Вопрос в том, что не получилось, это да. Чтобы выиграть, нужно все-таки больше создавать и больше забивать. Но план на игру работал. Очень грозная группа атаки у Рубина. Мы знаем, как они умеют атаковать со стандартов. Домашние матчи нам удаются с точки зрения, что мы собираем очки, но не выиграем. Мы научились дома не проигрывать. Теперь следующий шаг мы должны научиться побеждать. Естественно, у меня восторг дикий вызывает, когда такая поддержка с трибун. Потому что команда, которая внизу турнирной таблицы. И болельщики сегодня видели наш матч. И они аплодировали игрокам. Двигаемся дальше. Готовимся. Впереди важнейший матч в чемпионате с Динамо. Надо побеждать. Коллеги, ваши вопросы. Прошу только представляться и задавать микрофон. Владимир Сапунов, 4 пера. Дмитрий Анатольевич, ваш коллега сейчас прокомментировал то, что у Рубина было три момента, у хороших. Во втором тайме в первом не было. И он это связал с тем, что они тактику поменяли. Несколько фланговых игроков подальше стали играть их. Вы можете как-то сказать, тактически как игра изменилась, во втором тайме, почему у Рубина стали возникать моменты, которых не было. Как факел смотрелся в этом плане. Да, могу прокомментировать. У Рубина с игры один момент был, когда, если не ошибаясь, Каботов вовнутрь убрал мяч, делал доставку, головой били. Все остальное, стандарты. Но, слушайте, мы не пропустили. Это говорит о том, что мы справились со своей задачей. Сейчас Саша Белинов хороший матч провел, но мы знаем его возможности. В принципе, он на то и играет в наших воротах, чтобы выручать нас. И если вы видите количество ударов в створ ворот, в наши, то я вас уверяю, если вы поднимете статистику, вы посмотрите, что так мало Рубин нигде не бил по воротам. То есть не надо искать там, где нет достойного матча в нашем исполнении. Тактику можно обсуждать сколько угодно. Это все вопрос одного эпизода. Если бы мы сейчас забили мяч, то, слава бы, Рашид Маткуловича по-другому бы воспринимали. Поэтому я с уважением к Рубину, но я делаю акцент на игре наших игроков. Они сегодня были очень мужественны и провели достойный матч. Добрый вечер. Сергей Сверидов, я Воронеж. Дмитрий Анатольевич, по персоналию всегда хочется что-то уточнить. Показалось, что Ивлев вышел на определенный новый уровень именно сегодня. И прогресс заметен прямо сейчас невооруженным глазом. Есть такое? Да, да, хорошо. Видите, вы ищете позитив. И очень важно в таких моментах искать что-то хорошее. Я с вами полностью согласен. И Андрей сейчас разгоняется, он адаптируется. Он еще не на максимуме работает, он может лучше. Но его прогресс очевиден. Также я еще бы отметил и Щетинина, тоже молодой игрок. То есть мы смело доверяем нашим ребятам. Один 2005 года, другой 2006 года. Выходит стартом в составе. И не то, что они там не портят картины, они такие боевые единицы. На подходе еще есть несколько молодых ребят. Поэтому здесь с вами согласен, прогресс игрока. Но это плановая работа. Это матчи, которые парни играют на кубок, в том числе помогают им прогрессировать. Все-таки, учитывая то, как складывалась концовка, вы сегодня рады итогу? Или больше разочарования присутствует? Я не рад, естественно, то, что мы сыграли в ничью. Я рад отношениям к делу. Я видел, как ребята работают на тренировке. Я видел их желание победить. Не всегда получается выиграть. Но то, что мы сегодня мечтали о победе, это факт. Я, конечно, не разочарован. Я расстроен, что не удалось победить. Но я очень рад реакции игроков в последних двух матчах на наше положение в турнирной таблице. Они очень много работают. Когда команда так работает, результат будет обязательно. Коллеги, есть ли еще вопросы? Спасибо вам большое. Спасибо большое. Спасибо.